Танковые ветераны Танковые ветераны Насколько он похож на того старого Т-52 Ну и как сейчас стоит отыгрывать правильно на нем в рандоме И как он чувствует себя в рамках текущего уровня боев Начнем обсуждение с орудия У нас здесь стоит пушка ЗИС-4 Своеобразный дырокол Который можно поставить на тот же МТ-25 По ТТХ здесь альфа 85 единиц Бронепробитие 118 мм базовыми ББшками И 165 мм пробивают голдовые подкалиберы Сразу напомню Танчик у нас акционный Но не премиумный Поэтому фармить он не будет И стрелять направо налево голдой Тут будет абсолютно не оправданно И поэтому по боекомплекту Я бы советовал зарядить тут Ну примерно 20 подкалиберов А все остальное спокойно можете заряжать ББшками Мы все таки пробиваем Ну практически все Заезжая противником в борта Но вот с восьмыми, с некоторыми седьмыми уровнями Мы будем ощущать явную нехватку в бронепробитии Поэтому все таки несколько подкалиберов возить определенно стоит В плане комфорта Пушка здесь напоминает концепт всех советских ЛТ нынешних Она неплохо стабилизирована А как для нашей динамики То тут вообще на самом деле потрясающий стаб Что на шестом уровне уж редкость У нас быстрое время сведения в 1.7 Но при этом не самая комфортная точность на 100 метров 0.36 И она не позволяет нам хорошо стрелять на дальней дистанции Ну а если еще учесть, что и бронепробитие падать будет с расстоянием То на этом танчике лучше стоит аккуратно сближаться с противниками Чтобы уж наверняка наносить урон Вообще в плане точности стоит отметить Что она на самом деле лучше, чем у других ЛТ по уровню Но это к сожалению значит лишь только то Что тем стрелять вдаль будет еще сложнее Нам это каких-то особых преимуществ не дает Нам все так же достаточно проблематично стрелять на дальние дистанции Из остального стоит отметить базовую перезарядку в 2.8 секунд Такой своеобразный бесконечный барабан Но все-таки альфа у нас небольшая Напомню 85 единиц Поэтому ДПМ достаточно средненький по уровню Ну и УВН минус 7 градусов Что очень хорошо, что нетипично для советских танков Единственное танк высокий И иногда эти УВН не будут чувствоваться так хорошо, как могли бы Тот же МТ-25 вспомните У него там мало того, что самих УВН в принципе нет Так он еще и высокий и пушка не гнется Здесь хотя бы есть какие-то более-менее углы наклона Но танк высокий и не всегда вы сможете на всех холмах хорошо опускать ваше орудие Чтобы отстреливаться по противникам В остальном концепт орудия полностью подходит под стиль активного подсвета Мы несемся по карте и просто по КД стреляем направо и налево Пушечка не самая опасная для противников Но достаточно комфортная, чтобы играть и не чувствовать каких-либо проблем Самое интересное — наша динамика У нас тут рекордные по уровню почти 30 лошадиных сил на тонну удельная мощность И танчик почти с места рвет свою максималку в 65 км в час Назад машинка тоже едет быстро, 23 км в час И данные показатели позволяют и даже заставляют нас в начале боя Занимать самые агрессивные позиции Прокатываться и светить вначале всю команду противника, все разъезды И играть ну просто максимально агрессивно Постоянно напрягая противников своим подсветом И иногда неприятными маленькими укусами по 85 урона Эта машина из тех, я бы сказал, которая не должна в одиночку давить направление И сражаться на каком-то конкретном фланге Этот танчик должен не прекращая летать по всей площади карты Активно светить и не давать расслабляться вражеским любителям постоять в кустах Постоянно напрягая их своими подсветами, своими выстрелами и так далее и тому подобное Единственная проблема относительно динамики Из-за того, что он так быстро рвет свою скорость На нем не так просто поворачивать То есть вы это будете делать по большому радиусу И обычно по ходу игры вы это не заметите Но как только вы попытаетесь закрутить кого-то из противников Вы сразу это ощутите На некоторых других ЛТ, у которых удельная мощность поменьше Закрутить врагов будет и то гораздо проще Потому что они хорошо будут поворачивать пропорционально своей скорости И крутиться вокруг противника по малому радиусу Нам же придется постоянно немножко притормаживать Чтобы не кружиться вокруг противника за 50 метров от него И не получать урон соответственно Но на самом деле к этому привыкаешь достаточно быстро Всего лишь несколько боев И я уже спокойно привык к этой особенности Чуть-чуть всегда притормаживать Чтобы довернуть и лишний раз не получить урон от противника В плане брони тут стоит кое-что отметить По миллиметрам у нас на самом деле выдающегося ничего нет Но иногда нам попадают вскосы И оттуда снаряды хорошо рикошетят Особенно это касается машин шестого уровня И это будет такой лишний бонус при агрессивной игре Который нам поможет дополнительно сохранить немного хп Из минусов танк крайне огромный Прям вот очень высокий, очень большой Особенно если смотреть с борта Попасть в него ну совсем нетрудно Он прям такой квадрат большой едет Если смотреть конкретно сбоку Поэтому нам лучше всего как можно меньше ехать к противнику бортом Потому что в этом случае у нас мало того Что раза в три будет сложнее попасть Но еще и будем подставлять нашему врагу Рикошетящие углы и некоторые снаряды будут достаточно часто отлетать Даже от танков восьмого уровня У меня порой отскакивали снаряды Хотя ну вот честно я смотрел коллижен модель Я просто не понимал как этот танк ловит рикошеты Ну и как вы понимаете в этом плане габариты Это то что немного портит нам жизнь при агрессивном геймплее Ну хотя бы броня немножко компенсирует это И некоторые снаряды действительно от этого танка отскакивают Обзор тут 370 метров Поэтому пассивно стоять в кустах Мало того что не так эффективно на этой машине Так мы еще и лишаемся всего удовольствия от игры на Т-52 Поэтому по модулям сюда лучше всего ставить оптику, досылатель и вентилятор Это такой наиболее универсальный вариант Который поможет вам по максимуму раскачать обзор для агрессивного подсвета И при этом еще с пушечки будем наши стрелять чуть-чуть почаще Чуть-чуть почаще огрызаться по врагам будем По итогу Wargaming на удивление сделал все очень грамотно Они поощрили старых игроков танчиком Которые позволяют немного поностальгировать и вспомнить былые времена К сожалению я в свое время так и не поиграл на Т-52 На старом на том еще Я тогда ютуб танковый толком не смотрел А играл просто для себя на машинках которые любил Поэтому я как-то упустил в свое время геймплей на этой машине Но нынешний Т-52 оказался машиной крайне сбалансированной Она не имбовая, она не слабая и при этом имеет свой крайне интересный и веселый геймплей Кататься улала по карте и безнаказанно наводить шорох в стане врага Ну мало какие машины в нашей игре действительно могут себе это позволить А если еще играть взводом из трех таких танчиков То вы еще при этом и врываться сможете за счет координированности ваших действий Сможете фокусить противников И это действительно становится грозный такой взвод Который может в любую минуту переехать на абсолютно другое направление И заролять, зарешать исход боя Ну и как вы понимаете Т-52 при этом еще окажется отличной машиной для отдыха На которой у вас нет необходимости показывать какой-то прям хороший результат И на шестых уровнях вам к тому же многие ошибки будут прощаться И не так сильно наказываться как при той же игре на десятках Поэтому на мой взгляд у варгейминга танчик вышел просто на 5 с плюсом Не имбовая машина со своим уникальным геймплеем На которой еще и просто отдыхать, играть приятно Да и рандом за счет своего количества Эта машинка уж точно не поломает Вот такое мнение у меня по поводу вернувшегося в нашу игру старичка Пишите что вы думаете по этому поводу Пишите что я забыл упомянуть Обязательно ставьте лайки Подписывайтесь И увидимся в следующих видосах Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok